Ежегодно с 1 июня по 1 сентября происходит комплектование детских садов. Родителей в обязательном порядке информируют о предоставлении места. Но несмотря на это, количество дождавшихся своей очереди всегда разнится с реальными цифрами, идущих в сады. И тут начинается второй этап, так называемое доукомплектование, которое осуществляется в течение всего года. 2741 очередних, то есть те детки, которые стоят в очереди, получили распределение. Но всего в детские сады зашли и оформляются 1923 ребенка. Потому что есть детки, которые не подтвердили льготу, они не смогли получить путевку, как льготники возвращены в общую очередь и будут ждать очереди. Есть детки, которые отказались от предложенных мест, их порядка 155. 34 очередника, по нашим данным, выехали за пределы муниципалитета. И 601 человек, то есть родители законные представители, просто не обратились за путевками, тоже по разным причинам. Проблема мест в детских садах все же стоит остро. Связано это с постоянным притоком населения и высокой рождаемостью. Глава курорта Сергей Сергеев держит этот вопрос на личном контроле. И сегодня в Анапе предпринимаются реальные шаги для решения проблемы. С 2013 года введено дополнительно около 2000 мест путем реконструкции детских садов, строительства дополнительных модулей и открытию нового детского сада «Волшебная страна». Также на средства инвестора строится детский сад на улице Лазурной, который даст еще около 200 мест. Кроме того, управлением капитального строительства подана заявка в краевую программу жилища на финансирование строительства детского сада в хуторе Воскресенский. Частично проблему решают группы кратковременного пребывания. Сейчас в них заняты 723 ребенка. И еще одно важное событие. Детский сад номер 2 «Орленок», признанный аварийным, получит новую жизнь. Наконец-то Краевая комиссия приняла решение о сносе старого здания. И как заверили в Управлении образования, на его месте вырастет новый, современный детский сад. По детскому саду «Орленок» уже выполнена проектная смертная документация на строительство здания на 80 мест. В настоящий момент весь пакет документов находится на государственной экспертизе Краснодарского края. И мы сейчас ожидаем разрешения от Краевой комиссии на снос аварийного здания. На этом месте будет построен светлый новый корпус на 80 мест. Это будут большие помещения с музыкальным спортивным залом, где деткам будет очень хорошо и комфортно заниматься. Поэтому детский сад мы там будем строить. Поэтому надеемся, что все желающие попадут в этот детский сад. А чтобы попасть в детский сад, необходимо встать в единую краевую электронную очередь. Для этого родителям следует обратиться с заявлением в единый многофункциональный центр. Продолжение следует...